Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Яймый Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами поговорим, как научить собаку ждать вас возле магазина. То есть тема такая интересная, все мы выходим погулять собачкой, иногда решаем, что по пути было бы хорошо зайти в магазин, в аптеку и вот как научить собаку ждать. Это все на самом деле достаточно просто. Делается это все, опять же, как и все, собственно говоря, сложные трюки, а этот трюк сложный, потому что он состоит из нескольких элементов сразу. То есть, вот посмотрите, собака во время того, как она ждет, она у вас либо сидит, либо лежит. Это значит, что нужно для этого. Для этого я тут выписал себе. Ваша собака должна знать команду сидеть, команду лежать. Дальше она должна знать у вас команду места. Третье, что она должна знать, она должна знать команду места с привязкой к предмету какому-то. И четвертое, что она должна знать, она должна уметь у вас выполнять эти команды, то есть сидеть, лежать, место с визуальной выдержкой. Это то есть, когда она видит вас, да, и вы отходите на какое-то расстояние. Следующий момент. Ваша собака должна знать и уметь выдержку, то есть без визуального какого-то контакта. То есть, это уже непосредственно, когда вы заходите в магазин. Ну и четвертое, что должна ваша собака уметь, не отвлекаться на раздражители. То есть, это не один трюк, когда собака вас ждет, а уже посмотрите, я вам перечислил здесь пять видов отдельных команд. Когда вы должны, уже подготовленная собака, подойти к этому. Что для этого надо, то есть, какие предметы нужны, кто вам нужен для того, чтобы научить собаку выполнять вот такой достаточно эффектный, хороший, красивый трюк. Это вам потребуется ассистент. То есть, если вы не обладаете достаточным опытом общения с животным, то вам потребуется ассистент, который вам будет помогать. Который будет в контакте с собакой, соответственно. Ну, для начальных этапов вам потребуется ошейник, поводок, ну и, конечно же, намордник. Для того, чтобы люди не боялись. Так. Ну, все идет от простого к сложному. Я еще раз говорю, что сначала вам нужно где-то научить собаку. Вот сейчас мы поговорим о теоретической части, да, а потом перейдем к практике. Сначала вы учите собаку где-то без внешних раздражителей проявлять выдержку какую-то. Ну, то есть, возьмем квартиру, да. Вы в одной комнате посадили собаку, да. Положили предмет какой-то возле нее. Положили, посадили, это неважно уже. И ушли в другую комнату, да. И собака вас должна будет дождаться. Следующее, значит, вы выходите на улицу, то есть, это уже с какими-то внешними раздражителями, с минимальными. Самое удобное практиковать это дело, учить выдержки без визуального контакта, это где-то возле угла какого-то дома. То есть, ну, опять же, смотрите, чтобы это не было тропинки там какой-то, где ходят люди. Вот, где-то возле угла дома посадили недалеко собачку, зашли за угол, какой-то короткий промежуток времени постояли, вернулись назад, посмотрели, если собачка у вас находится как бы в то же положение, в каком вы ее оставили. Вы ее поощрили, похвалили. Не забываем о правилах выполнения дрессировки. То есть, я их все перечислял, ссылочка будет, увидите вы ее. Если у вас есть ассистент, то вот в этом случае, значит, как бы ассистент смотрит за собакой, вы заходите за угол дома, если собака порывается идти за вами, ассистент поправляет собаку, ставит ее на место. Если же нет у вас ассистента, ну, значит, надо будет как-то вам выходить из этого положения, там, из угла подглядывая, сначала совсем короткое расстояние, то есть, зашли, вышли, тут же поощрили собаку, потом 2-3-5 секунд постояли, опять же, зашли, вышли, значит, эти 3-5 секунд, опять поощрили, не забывайте поощрять собаку. То есть, мало того, что вы поощряете ее, как бы, пищевой какой-то мотивацией, если она у вас пищевник, либо там, аппортировка, если она у вас аппортировщик, то также социальная, то есть, обязательно, вот как вот в предыдущем ролике я вам говорил, что эмоционально нужно окрашивать те слова, то есть, когда вы говорите, хорошо, молодец, ай, браво, ай, умница, как говорится, и кошке хорошее слово приятно, то есть, вот, в этом случае, вот это обязательно, и никогда не наказывайте собаку, то есть, если она там не выдержала, побежала, она же из любви это делает, поэтому не наказывайте собаку, она бежит к вам, она радуется, вы просто говорите, плохо, хорошо, плохо, поправляете собаку, ставите ее на место, как бы, повторяете, опять же, это упражнение, в лучшем случае, если у вас собака, там, ну, в возрасте, там, больше года, больше, там, полутора лет, двум годам, вы научитесь делать это упражнение, где-то в течение, ну, может быть, недели, то есть, собака вас будет ожидать, идем дальше, дальше вы идете, как бы, уже подходите к какому-то магазинчику небольшому, ну, там я на видео вам уже покажу, как, чего там делается, зайдите, если стеклянная дверь, да, то вы будете там наблюдать за собакой, если у вас ассистент, то есть, ассистент находится с вашей собакой, вы заходите в магазин, какой-то, не короткий, опять же, промежуток времени находитесь там, выходите из магазина, поощряете собаку, ассистент удерживает ее в это время, то есть, ну, постепенно собачка привыкает к тому, что вы отсутствуете, то есть, и вот здесь вот, 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 огромными буквами, сейчас мы коснемся темы зоопсихологии, вот смотрите, когда вы уходите на всех видео, вот в анонсе я выложил, не знаю, обратили вы, не обратили внимания, я там бросаю перчатки, да, вот здесь очень важный момент, то есть, как думает собака в тот момент, когда вы оставляете какой-то предмет, свой личный предмет, то есть, что думает собака? Наверняка вы обращали внимание, что люди, которые заходят в магазин, рядом с ними там оставляют, кто-то сумку оставляет, кто-то перчатки оставляет, кто-то там поводок оставляет, ну, лучше, конечно, если это будет личный ваш предмет, и вот заметьте, чем больше предмет, тем больше желания у собаки, как бы, находиться и дожидаться вашего возвращения, почему именно? Собака не то, что сидит на охране этого предмета, а здесь у нее в голове такое соображение думает, она, ага, вот, значит, хозяин ушел, оставил свой велосипед или там свои перчатки какие-то, сумку, в общем, неважно это, значит, он обязательно вернется, то есть, у собаки появляется, как бы, уверенность в том, что она вернется. И она не то, что думает, что, когда охраняет этот предмет, то, что сейчас вот, значит, сворует, значит, этот предмет, и для хозяина я его приберегу, нет, она его храняет в смысле о том, что если сейчас этот предмет будет отсутствовать, то хозяин не вернется, а ваше возвращение для нее очень важно, и поэтому вот здесь проявляется вот этот охранный рефлекс. что, собственно говоря, тоже вот, я всем сейчас говорю, обратите на это внимание, когда вы выходите из магазина, вокруг вашей собаки может находиться огромная толпа народа, то есть, зрители, вот мы с Альбаром идем, когда я возвращаюсь назад, и смотрю, что постоянно он окружен, ну, не постоянно, но очень часто окружен зрителями, а люди бывают неадекватные, понимаете, вот вроде бы вот у меня немецкая овчарка, да, взрослый кобель такой, ну, хорошо он у меня, как бы, по специализации, по своей, у него профессия спасатель, у него агрессия, ну, как таковая, она отсутствует, она оккупирована у него, он не агрессивный абсолютно, он только залезать может, если, ну, в смысле, языком залезать от любви к человечеству, скажем так, но ни в коем случае не нападет, он ждет, когда там с ним играть начнут и так далее, но если ваша собака проявляет какую-то агрессивную, то здесь вот, вот, ребята, вы привязываете собачку, даже не для того, чтобы вот она вот убежит, а для того, чтобы люди, которые проходили мимо, были уверены в том, что, как бы, собака не сорвется, никого не покусает, и одевайте намордник, это очень важно, потому что народ у нас безбашенный, они лезут даже к моему кобелю, то есть не понимая о том, вот я бы, например, испугался бы, люди не боятся, подходят, лезут, в общем, обратите внимание на то, что я оставляю предметы, вы тоже оставляете свои предметы, тогда собачка будет охотно вас дожидаться, начинаем с простого, с квартирного варианта, в одной комнате собаку оставляем, уходим в другую комнату, постепенно выдержку эту, как бы, уменьшаем, то есть по времени расстояние увеличиваем, да, следующий момент, выходим на улицу возле угла дома, также небольшое расстояние, короткая выдержка, потом больше расстояния, больше выдержка, ну и третий момент, конечно, это уже возле магазина. Друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. Продолжение смотрите дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова